Здесь мы делали имитацию камня, чтобы повторить нашу фактуру крепости. Арт-объект на Старозагоре должен иметь максимальную схожесть с оригинальным болгарским памятником свободы, решили авторы проекта. Художник Александр Корпусов постарался изобразить фактуру камня и учесть все детали. Крепость, фасадная ее часть и возле ее подножья располагались пушки. Памятник свободы на перевале Шибко – это мемориал в память павших за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне. Болгарский город Старозагора, побратим Самары. И эта улица в городе названа именно в его честь. Раньше здесь располагался всем известный кинотеатр Шибко. Сейчас это здание реконструировано, и новый барельеф будет хорошим напоминанием горожанам о важной странице истории, уверены авторы проекта. Здание носило имя Шибко в честь известного сражения на перевале Шибко в русско-турецкой войне. И одним из его символов как раз являлся впоследствии памятник свободы, который болгары возвели на своей земле. Мы решили реализовать эту идею в современном материале, в современном стиле. Над арт-объектом художник трудился месяц. В мастерской сделал макет такой же вентиляционной шахты, где планировалось разместить объект, и подготовил фрагменты деталей. Затем сложил готовые пазлы воедино за несколько дней. Самарцам новый арт-объект в городе пришелся по душе. История же нашего города. Наши отношения с дружественным нам народом Болгарии. Думаю, надо. Очень даже симпатично. На фоне такого брельефа поднимается как-то настроение. Люди, мне кажется, здесь стали больше гулять. Ну и восхищаются талантами художников, которые это все сделали. Мне очень нравится. Арт-объект на Старозагоре – первый шаг меценатов в украшении Самарских улиц. И авторы проекта говорят, вероятнее всего, не последний. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.